Международным строителям в форуме 100+, мы начинаем панельную дискуссию, которая подготовлена совместно Министерством природы и Министерством строительства Свердловской области. Очень больной вопрос в текущем году это сбыт лесной продукции. Очень больной вопрос наполнения лесозагодовительных мероприятий финансовыми средствами. Именно эта проблема явилась основанием для того, чтобы нам вынести этот вопрос на панельную дискуссию на строительном форуме. Слово для приветствия предоставляется исполняющим обязанности Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Кузнецову Алексею Владимировичу. На самом деле вопрос обеспечения жителей страны и региона в целом жилыми помещениями. Жильем стоит очень остро, и поэтому тематика выбрана не случайно. Мы, правда, сегодня столкнулись с беспрецедентным давлением, внешним давлением и избытом лесопродукции очень существенно затруднен. И в выход мы предлагаем рассмотреть вопрос деревянного домостроения, не только, в том числе, это можно рассматривать, в том числе, немалоэтажного домостроения. Есть такие прецеденты, они были такие прецеденты и в Советском Союзе, поэтому при новых технологиях, при новых подходах, при новых возможностях, я думаю, мы можем это все обеспечить. Сырье у нас есть, есть желание, есть, думаю, возможность, поэтому я желаю вам подборной работы, интересных решений. Спасибо вам за участие в этой, наверное, дискуссии. Мы пригласили для приветственного слова заместителя председателя законодательного собрания Свердловской области Карапетяна Армянаминовича. Он очень много помогает лесному комплексу. Пожалуйста, Армянаминович, вам слово. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, Армянаминович, разрешите от имени депутата законодательного собрания Свердловской области, от председателя законодательного собрания Свердловской области, лично от меня, поприветствовать вас в сегодняшнем уникальном международном строительном форуме, который приходит у нас на международном арене и, конечно же, в нашем уникальном городе Екатеринбурге. Я хотел сказать, что деревянное домостроение является одним из ведущих направлений развития лесопромышленных комплексов. Это традиционный вид строительства для России, которые имеют большие перспективы в нашей стране. Развитие деревянного домостроения строительства – важная национальная задача. Это важно особенно сегодня, когда наблюдается существенное замедление темпов экономического роста, когда необходимо повещение спроса на промышленную продукцию и созидание новых рабочих мест. На форуме обсуждаются вопросы развития строительных комплексов, опыт применения эволюционных и экологических технологий. Искренне надеюсь, что дни проведения на этой площадке принесут конкретную пользу для нас всех. Поэтому желаю всем новых успехов в работе добросовестных партнеров и определения любых трудностей в этой же бизнесе. Спасибо за внимание. Спасибо, Армян Аминович, за Ваше отношение и за теплые слова. Также мы не могли не пригласить заместителя руководителя Министерства промышленности Свердловской области, поскольку мы совместно решаем проблемы лесной отрасли. Пожалуйста, Зеленкин Игорь Федорович. Спасибо, уважаемые коллеги. Учитывая то, что у нас дискуссия должна быть, я хотел бы немножко попровоцировать вас. Я посмотрел данные, деревянное домостроение в Канаде, в Америке и в Западной Европе. Это 40% от всего домостроения. У нас это 10%, в Свердловской области и того меньше, хотя вроде бы мы много лесной регион. С чем это связано? Да понятно, во-первых, у нас доступны все те материалы, которые не лесные, да, там, цементы, бетоны, смеси, блоки и так далее. И с этим придется работать и сегодня. С другой стороны, у нас есть падение спроса внешнего на продукцию лесопромышленного комплекса. У нас есть некая ограниченность рынка внутреннего. Мы пережили с вами такой хайп полуторагодичный, когда цены были кратные, все были довольны. Я имею в виду цены на лесоматериалы. Все были довольны, никто не думал, что все может вернуться обратно или даже по ценам чуть ниже. Сейчас это произошло и мы все вспомнили рынки внутренние. Вот именно с этим нам и придется работать и, возможно, какие-то ответы мы найдем сегодня. С одной стороны, у нас есть альтернативные материалы и мы должны показать конкурентоспособность домостроения деревянного, в том числе и по ценам. В премиум сегменте мы прекрасно можем что-то делать, но мы же говорим сейчас о сегменте массовом, о рынке массовом. А с другой стороны, у нас при закрытой внешней рынке на сегодняшний день все сложнее и сложнее поставлять туда продукцию ПК, хотя заниматься этим, безусловно, мы будем. Закрепляться, расширять эти рынки, но внутренний рынок развивать точно придется. Вот две стороны медали, да, надо искать золотую средину. Я думаю, что сегодня здесь и представители бизнеса, и представители науки, и мы совместно найдем какие-то варианты, куда двигаться в этом направлении дальше. Ну и, наверное, когда-то у нас будет не 40% деревянного домостроения всей ИЖС, и даже, может быть, включая промышленное строительство, а я надеюсь, что больше. Поэтому всем нам успехов. Спасибо. Спасибо за ваше слово. Итак, я прошу спикеров занять свои места, и мы начинаем рабочую часть панельной дискуссии. Первое слово я предоставляю Сергею Николаевичу Антоненко. Он традиционно уже выступает здесь, в экспоцентре по проблематике лесной отрасли. Является председателем собрания учредителей группы компании «Лесной Урал». Компания работает на территории Северного управленческого округа Свердловской области с начала нулевых годов, и проблема сбыта продукции не обошла стороной группы компаний «Лесной Урал», о чем сейчас расскажет Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, пожалуйста. Уважаемые спикеры, кому как удобно? Можно сидя рассказывать, можно со стойки. То есть это такой вопрос индивидуальный. Уважаемые участники круглого стола, огромное спасибо за возможность участия, за возможность презентовать свою компанию. Компания существует уже более 20 лет. В форме юридического лица с 2004 года имеет 7 арендованных участков по заготовке древесины. Якорные предприятия компании – это «Лесной Урал Сбыт» и «Лесной Урал Лобва». «Лесной Урал Сбыт» расположен в городе Серове Свердловской области, «Лесной Урал Лобва» в поселке Лобва. Предприятие «Лесной Урал Лобва» реализовало федеральный инвестиционный проект, вложив в развитие производства 560 миллионов рублей. Построило, по сути, на территории бывшего Лобвинского лесокомбината новый завод, новый компактный завод, современный. Общий расчет на лесосека предприятия составляет 430 тысяч кубометров, примерно 50% хвойной древесины, 50% лиственной. Площадь арендованных участков – 161 тысяча гектар. Ежегодный объем искусственного лесовосстановления, то, что мы высаживаем именно саженцами в лесу, составляет в районе 280 гектаров. Вот есть показатели за 2021 год, они очень хорошие. На эту презентацию я подготовил показатели за первые полугодия 2022 года. Они чуть-чуть похуже, но компания по-прежнему прибыльная. Как известно, в предыдущей конъюнктуре сбыта лесной продукции 90% преобладал экспорт и только 10% преобладал продажи на внутреннем рынке. Высокие экспортные цены диктовали высокие цены на внутреннем рынке. На сегодняшний день это положение сильно поменялось. Нас очень красиво убрали с европейских рынков. Остались рынки Средней Азии, где все лесники собрались, да и толкаются плечами. Цены существенно упали на некоторые позиции до двух раз. Хорошо это или плохо, да? То есть для предприятий возникли сложности. Возникли сложности, значит, если на текущую работу, на операционные издержки денег хватает, на инвестиции, на стройки, которые мы всегда в больших объемах проводили. Ну нет, пришлось эти вещи все немножко подрезать. То есть мы заканчиваем то, что уже начато. Мы продолжаем делать то, что делали на средства фонда развития промышленности областного и федерального. Огромное им за это спасибо, потому что это кредиты под один, там, под три процента годовых. То есть деньги, по сути, с отрицательной процентной ставкой. Мы ими пользуемся. Эти вещи мы продолжаем делать, потому что надо строить, ну и, соответственно, надо будет потом отчитываться, куда мы их делим. И если рассматривать, значит, все-таки лесной комплекс как часть строительного комплекса, то есть, ну, это очень большая возможность, вот эти низкие цены, взять наши материалы и применить их внутри страны, построить экологически чистое жилье, построить, значит, экологически чистую инфраструктуру, использовать наши материалы в ландшафтном дизайне городов и поселков. И, собственно, я бы предложил всем строителям вот рассмотреть лесопромышленный комплекс именно в этом ракурсе. Есть некоторая специфика лесной отрасли Российской Федерации, то есть лесозаготовитель, ну, то есть арендатор. Он в одном лице должен осуществлять себе функции владельца лесного фонда, значит, лесозаготовителя, перевозчика, лесопильщика, лесопильщика, значит, лесовосстановителя, производства, значит, всевозможных изделий биотехнологии. Так, в таком виде нас видит государство. В общем-то, у наших дружественных и недружественных соседей все эти функции разделены. То есть мы в последнее время как бы привыкли немножко поглядывать на Финляндию, там развитый лесной комплекс, да, там владелец лесного фонда, заготовитель, перевозчик, лесовосстановитель, лесопильщик, лесопереработчик, там и топлив, дальше, 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 значит, это все разные юридические лица, которые работают и имеют какую-то свою рентабельность. Российская действительность такая, что мы все эти компетенции должны сочетать в одном лице. Поверьте, достаточно сложно. Вот, мы имеем все необходимое сырье для нужного строения, то есть мы имеем опыт вплоть до того, что мы щепу красим, значит, для ландшафтного дизайна, мы делаем топливные гранулы, мы делаем различные строительные виды бруса, но развития у нас большого эти комплексы они не получили. То есть мы попробовали, значит, сбыта нормального на эти вещи мы не нашли. Строителям это все гораздо ближе. Я бы хотел сказать вот с этой трибуны, что мы очень готовы к тому, чтобы пришли люди со своими компетенциями, даже на нашей площадке, на наши провода, на наше сырье, да, и чтобы мы организовали совместные производства именно вот различных строительных конструкций и материалов. Вот. Приглашаем всех желающих, то есть эти производства сырьем мы гарантированно обеспечим. Ну и думаю, что, в общем-то, польза и для нашей компании, и для страны, и для области, ну, она будет и будет существенна. Нужна нам, конечно, в этот период и поддержка власти. То есть мы по-прежнему хотели бы, чтобы, значит, ну, наверное, даже немножко в приказном порядке, часть котельных муниципальных были переведены на топливную гранулу, на технологическую щепу, чтобы субсидировались покупки пеллетных котлов частным домовладением, да, то есть не надо их давать людям, надо отдавать их машиностроительным заводам эти деньги, вот, чтобы они делали дешевые котлы, люди покупали и устанавливали их у себя дома. Это очень хорошая альтернатива газа. То есть в зависимости от бункера котлу можно не подходить до недели, то есть недостаточно большой бункер. Вот. Но, к сожалению, большие первоначальные затраты и без помощи, собственно, власти, да, проект для среднего уровня достатка достаточно трудно осуществим. Вот. Поэтому, если бы эти вещи немножко субсидировались властью, то наши поселки очень быстро бы начали обрастать вот хорошими пеллетными современными котельными. По экологичности сгорание пеллета – это следующее после природного газа. То есть она сгорает полностью, золы образуются всего один процент. Собственно, сам топлю свой дом. В общем-то, доволен, нравится. Тут же и кошкам взял из этого мешка, значит, тут же котел засыпал. Вот. Немножко пробегусь по слайдам. То есть вот это у нас лобо, когда мы ее открывали. То есть на территории разрушенного предприятия был построен новый завод. То есть принимали, собственно, наши коллеги, значит, власть из Екатерина Свердловской области и был представитель Минпортторга Российской Федерации. Много оборудования отечественного вот именно на этих заводах. Это производство топливной гранулы. Вот. Сушильных комплексов, значит, на момент реализации институционного проекта он был один. Сейчас их уже два. Вот. Красивые асфальтированные площади. Очень нас выручили в это сложное время. Почему? Потому что воду стало возить дорого, да, то есть сырая древесина, в ней присутствует вода. И когда везешь, собственно, доски фуры, то есть там получается, ну, до 30% воды. То есть сухой пиломатериал можно погрузить в фуру до 50 кубометров. Вот. Это соответствует всяким осевым нагрузкам. И, в общем-то, очень облегчает логистику и создает хорошую альтернативу железной дороге. Линия сортировка круглого леса. Это вот новый сушильный комплекс. Работает уже. Вот. Есть, значит, у нас 4 комплекса Харвестер, Фарвардер финские. Значит, товарищи настолько нас обидели, что перестали нас обеспечивать даже запчастями. Вот. Ну, всякие там эти схемы параллельного, скажем так, импорта вроде бы пока выручают. На вывозке как российский автопром, так и импортный автотранспорт. Вот наша гордость. Значит, в этом году мы запустили комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Суммарные вложения составили, значит, где-то 62 миллиона рублей. Ну, как мы говорим, гостям, значит, из других стран миллион долларов получилось. По современной конъюнктуре. Вот. Успешно функционирует, продает, себя обеспечиваем, людям помогаем. Обращайтесь. То есть гибко подходим к ценообразованию. Вот. От количества, качества и прочее. Значит, это три теплицы длиной 100 метров. Значит, система итальянская, выполнена белорусами. Вот. Там, где девушки ходят, это, собственно, передвигается рампа, которая производит полив и вносит удобрения. Это достаточно современно. То есть в Свердловской области такого немного. Если кто-то вот ездил мимо Серово в сторону Карпинска-Севральска-Ивделя, то есть это находится на объездной дороге города Серово, с правой стороны, где теплицы стоят, то есть можно заехать по звонку, без звонка, значит, приехать, посмотреть. Вот они в таком виде, когда только-только взошли. Все. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Николаевич. Уважаемые коллеги, участники, какие-то, если есть вопросы, Сергей Николаевич? Сергей Николаевич, вы пока не выходите. У вас очень богатый опыт, очень хорошая, очень детально разбираетесь в проблемах. Давайте от меня вопрос. Скажите, вот в настоящее время из расчетной лицосеки годовой, какой объем не обеспечен сбытом, чтобы просто для понимания остроты проблемы? Вот чтобы построить свою, так сказать, финансовую деятельность на основании того, чтобы что готовить, примеру, а что нет, да, вот наша компания за всю свою историю всегда заготавливала 100% расчетной лицосеки. Расскажу такой интересный факт, может быть, он для кого-то, думаю, что будет новым. То есть, с учетом дровяной древесины, которая непосредственно присутствует в каждом хлысте, с учетом отходов лесопиления, вот имея расчетную лицосеку, значит, 50 на 50 хвоя листва, в конечном итоге отходов от того, что мы привозим в лес, у нас получается около 50%. То есть, это кусковые отходы горбыль, значит, это опил, это, соответственно, дровяная часть ствола, которая происходит при раскрежевке. То есть, у нас не все стволы, как говорится, здоровые, они есть гниль, есть кривизна, есть учки и прочее, которые приходится отрезать, чтобы приготовить ассортимент, тот, который нужен нам, тот, который нужен нашим, скажем так, другим отраслям промышленности, которые мы готовим. Ну и, собственно, мы всегда считали как. То есть, берем хлыст березовый и начинаем его виртуально крижевать. То есть, у нас в Комле всегда кусочек дров, потом, значит, как правило, дворезов анкряжа, потом кусочек баланса и с макушки снова кусочек дров. Значит, все это посчитали среднюю цену, значит, вывели среднюю цену этого березового хлыста. До всех этих событий березовый хлыст был выгоден. На сегодняшний день, с учетом падения цен на фанеру, очень сильного, значит, березовый хлыст стал убыточный. То есть, когда мы берем кусочек дров дешевый, который приносит убытки, значит, два кусочка фанеры, значит, кусочек березового баланса и прочее, значит, в целом он стал убыточный. При счетом того, что плановая, значит, себестоимость среднеобезличенного вообще ассортимента на всех предприятиях Российской Федерации примерно одинаковая, 1900, где-то 2100 рублей. Но всегда была часть, которую мы из леса привозим, которая приносила убытки, и была часть, это, как правило, хвойная древесина, которая приносила прибыль. Осиновый хлыст, то же самое в убытках, только немножко поменьше, так как все-таки осиновые пиломатериалы, они продаются, продаются на уровне себестоимости, и прибыль приносит, немножко небольшую прибыль сейчас приносит хвоя. И вот из этих соображений, да, мы для себя, ну, пока приняли такое предварительное решение, что, ну, убытки в следующий дезактивный сезон мы себе генерировать не сможем. А именно заготавливать, особенно тонкомерную, там, березовую сину, древесину, которая у нас присутствует тоже в расчетной лесосеке, ну, мы вынуждены будем ее не заготавливать, иначе мы на каждом кубе получим убытки. Вот, соответственно, если не поменяется конъюнктура рынка, то, видимо, расчетную лесосеку всю мы осваивать не будем. Это решение, такие действия, они потянут за собой следующие проблемы, то есть у нас не будет площадей для восстановления, потому что все это взаимосвязано. В общем-то, и так как, допустим, мы заплатим государству за 430 кубометров, а вырубим, допустим, ну, к примеру, 300, да, у нас вот эта часть попенной платы и затрат на лесовосстановление, она, на то, что заготовили, она, естественно, понимаете, она вырастет. Вот, ну, понимая эти проблемы, то есть генерированные убытки на каждом кубе, мы, к сожалению, не можем, иначе мы закроемся. Вот, и поэтому приходится принимать вот такие сложные решения, но мы надеемся все-таки, что будут приняты решения по поводу оплаты арендной платы по факту, да, потом лесосвязательных мероприятий по факту, заготовок, то, о чем мы просим федеральное правительство, вот, чтобы нас поддержали в это сложное время. Ну, собственно, что, война план покажет, да. Спасибо, Сергей Николаевич. Да, пожалуйста, вопрос. Какой транспорт у вас, как компания осуществляет логистику 50-х полных машин и тренировозов, что ли? Сухие пиломатериалы, ну, не 50, наверное, 45, 45-47, в зависимости от влажности. На производстве стоят весы, и когда грузится автомобиль, собственно, он каждой осью заезжает на эти весы и грузим пока, ну, собственно, чтобы пройти по весовым. Таким образом, значит, 45-47, да, очень часто получается, там, до 50. Спасибо, Сергей Николаевич. Я специально подробнее остановился вот на этой части нашей панельной дискуссии, поскольку понятно, что деревянное домостроение невозможно без сырья. И сырье, это понятно, что лесозаготовители, начиная с семян и заканчивая готовой продукцией. И вот предлагаю зафиксировать эту цифру, половина расчетной лицосеки – это березовая древесина, которая в настоящее время планово убыточна. И, соответственно, предприятия экономические правила сподвигают прекратить заготовку такой древесины. То, что касается оплаты по факту, в настоящее время этот вопрос рассматривается на уровне правительства и Совета Федерации. В ноябре будет совещание, где этот вопрос поднят, и мы тоже, как от Министерства природы Сырловской области поддержали, поскольку в настоящих экономических условиях, конечно, это, ну, наверное, не принципиально, но, тем не менее, это такое ослабление для бизнеса. Если вы не можете выбрать именно по экономическим причинам всю расчетную лицосеку, то государство должно идти вам навстречу. Итак, мы продолжаем. Дальше мы больше переходим к поддержке, к материалам, скажем так, к тому, что сопровождает деревянное домостроение. И, конечно, тут никак не обойтись без финансовой поддержки со стороны органов власти. В нашей области в 2019 году создано агентство по привлечению инвестиций. Это спецорганизация по работе с инвесторами. Я предоставляю слово ее генеральному директору Василию Михаилу Сергеевичу. Пожалуйста, Михаил Сергеевич. Добрый день, уважаемые гости сегодняшней дискуссии. На самом деле про меры поддержки не так интересно, как про все остальное. Я здесь сам больше в качестве слушателя. Но не могу, конечно, отказать. Несколько слов хотелось бы сказать действительно про господдержку. Она есть. Если в двух словах. Если чуть более развернуто, то количество доступных мер, ну, это десятки, может быть, даже сотни инструментов. На первый взгляд много, но она как финансовая бывает, так и не финансовая. На самом деле это тоже такой большой, важный, хороший блок. Скажите, в зале есть предприниматели? Кто занимается строительством? Обрабатывающие производства? CLT панели, не знаю, клееный брус, домокомплекты, деревянная мебель, в конце концов. Супер. Вот для тех, кто занимается производством в основном, и есть меры прямой финансовой поддержки. Для тех, кто просто предоставляет услуги по строительству, меры поддержки есть. Она косвенная, это ипотека. То есть тут как бы спрос вам помогает стимулировать. Но если говорить про обрабатывающие производства, здесь все достаточно неплохо. Почему производители? Потому что, во-первых, нельзя дать всем все, всех много, а всего мало. Если серьезно, то финансовая господдержка, она больше ориентирована именно на производственный сектор, поскольку именно там генерируется основная добавленная стоимость, именно там возникает валово-региональный продукт. И самый актуальный на сегодняшний день инструмент – это программа льготного инвестиционного кредитования, которое федеральное правительство запустило в ответ на санкции. Из примечательного данным кредитом может пользоваться в том числе и логистика, и гостиничный бизнес, помимо обрабатывающих производств. Но им просто сам Бог велел. Значит, на сегодняшний день эта мера работает в полной мере. Может быть иногда со скрипом, но банки и заявки принимают, и деньги выдают. Поэтому, если ваше предприятие, если ваш инвестиционный проект подходит под условия программы, они указаны на слайде, можете обращаться к нам, мы бесплатно проконсультируем, куда какие документы подать, что просчитывать на кредит, по ставке. Замечу, в разы меньше, чем на рынке стандартного коммерческого кредитования сейчас. Да, понятно, что льготная ставка действует всего 3 года, но, как показали последние 3 года, за 3 года много чего может поменяться. Так что срок это достаточно немалый. Ну и в принципе даже после окончания этого периода ставка будет ключ плюс 2,75. Ключевая у нас 16 сентября 7,5%. Так что в любом случае это интересно и достаточно выгодно. Следующая популярная история. Это промышленная ипотека. Мы несколько месяцев жили в парадигме известной детской песни, когда, знаете, что-то есть, а слова нет, только тут наоборот было. Сейчас и слово есть, и ипотека появилась. Деньги физически получить пока что нереально, но мы рассчитываем, что это заработает до конца года, по крайней мере банки уже готовы принимать заявки и готовы с ними работать, готовы давать какие-то подтверждения. Требования к заемщикам определены. И повторюсь, мы рассчитываем, что физические деньги уже предприятия будут получать до конца года. Здесь есть небольшой нюанс. Ипотека распространяется пока что, если судить по нормативке, на покупку именно недвижимости, не на строительство, но возможны разночтения, возможны корректировки. Поэтому будем посмотреть, что называется. Далее. Льготный лизинг. Широко популярная в узких кругах программа, до реанимации которой осталось всего 12 дней. Рассчитываем, что с 1 ноября она вновь заработает, поэтому станки, приборы, устройства, аппараты, пожалуйста, очень хорошие выгодные условия. Toyota Camry купить не получится, но обеспечить производство всем необходимым непосредственно для производства вполне. Опять же, никуда не делись займы фонда развития промышленности. Есть программа кредитования предприятий лесной промышленности, то есть любая деревообработка, особенности высокотехнологичная, может по данной программе обновить парк оборудования. Я не буду со слайда читать, потому что вы читать тоже умеете, презентации могу поделиться, поэтому можете не фотографировать. Кроме того, все эти меры поддержки доступны у нас на инвестиционном портале Свердловской области, investinural.ru, туда можно зайти в раздел меры поддержки и буквально в пару кликов накликать себе господдержки. Пару слов о косвенных финансовых мерах поддержки. Это налоговые льготы. Здесь слайд про производительность труда. Эта программа вообще совершенно особняком стоит. У нас не очень много кейсов в портфолио проектов, с кем мы работаем по данной программе, но если вкратце, все в восторге. То есть это на самом, помимо того, что это очень дельный инструмент, который действительно позволяет поднять производительность труда, но в том числе дает возможность рассчитывать и на дополнительные заемные средства, и на получение инвестиционного налогового вычета. Так что касательно этой программы, да, там порог входа 400 миллионов, может он кого-то смутит, можно скептически на эту цифру смотреть, но мы по нашей деятельности, по нашему опыту видим, что эта цифра никого не смущает, и очень многие в эту программу заходят. И с благодарностью потом отзываются о результатах участия в ней. И буквально пару слов про региональные меры поддержки. Региональный инвестиционный проект, тоже достаточно интересная мера, но здесь надо считать, потому что все меры, связанные с льготным налогообложением, это прежде всего вопрос математики. Тут у нас обнуляются 3 федеральных процента налога на прибыль, снижается на 7% региональная составляющая. Шрифт мелкий, но нюанс, он вот кроется где-то во второй строчке. Там, где речь идет о сроке окончания карнавала, назовем его так, льготных ставок. И как посчитать вообще, где и когда закончатся все эти льготные ставки. Ну, я могу сейчас на пальцах так примерно прикинуть, но каждый проект индивидуален. То есть если, допустим, вы проинвестировали 100 миллионов рублей в производство нового продукта, вот когда разница между налогом на прибыль по 20% ставке и по льготной ставке составит 50 миллионов, вот тогда, в общем-то, льготные ставки и закончатся. Но для этого получается, что в налоговом периоде вы должны получить прибыль от продажи не менее 500 миллионов рублей, что, в общем-то, неплохо, ну и срок здесь может варьироваться. В общем, математики здесь много, но деньги любят счет. Поэтому, если вы подобный проект реализуете, и данная мера вам интересна в первом приближении, можете обратиться к нам, мы поможем все посчитать. Ну и, собственно, сделать вывод, насколько это вам подходит или не подходит. Следующая история. Тассер. Ну, тут останавливаться не буду, потому что нужно подробно смотреть локацию. К примеру, в ЗАТО можно побольше преференций получить, чем в моногородах. Но здесь важно понимать, что всегда, когда любую меру поддержки вы на себя примеряете и планируете или думаете о том, воспользоваться ей или не воспользоваться, исходить нужно прежде всего из интересов бизнеса, а не из интересов его последующего роста и развития, а не из целей выбить максимум из государства. И намеренно располагать проект в ЗАТО, если это вам неинтересно, нерентабельно, там нет сырья и там могут быть какие-то сложности с кадрами, вы их можете предугадать. Смысла, конечно, нет. Здесь также, естественно, полную консультацию можете у нас получить. Это, в общем-то, тизер на самом деле. Ну, вот краткий обзор ключевых мер налоговой поддержки, которая доступна в регионе. Не упомянулось ЗПК, кстати, в презентации. Ну, вот здесь справа есть немножко про него. Там, кстати, порог входа сравнительно небольшой, 200 миллионов. Поэтому эта мера тоже может быть очень интересна, поскольку позволяет фактически построить инфраструктуру к вашему производству за счет государства. Ну, и напоследок к нефинансовым мерам поддержки. Тут все, что вам надо запомнить, это 4 слова. Агентство по привлечению инвестиций. Хорошо, 6. Свердловской области. Мы бесплатно, часто, очень быстро консультируем по всем вопросам, не только по вопросам получения денег из различных фондов и институтов развития. Кстати, консалтеры на коммерческом рынке три шкуры с вас задерут за эту информацию. Мы ей делимся бесплатно. Можем помочь в отдельных случаях перешагнуть некоторые административные барьеры, получить разрешительную документацию. Ну, конечно, при условии, что ваш проект не предусматривает откровенного желания как-то обмануть систему. Можем помочь с поиском производственной площадки. Это, кстати, 50% успеха инвестиционного проекта. Ну, и, наконец, можем помочь найти клиентов за рубежом, даже несмотря, что некоторые рынки сейчас прикрылись. Возвращаясь к деньгам, можем помочь все правильно посчитать и выбрать ту меру поддержки, которая подойдет именно вам. Этим мы сэкономим вам время, а время – это деньги. Поэтому телефон на экране, я перед вами. QR-код готов к сканированию вашими мобильниками при необходимости. А здесь можем сразу после мероприятия точечно пообщаться, какие-то вопросы обсудить. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Сергеевич. Перехразирую ваши тезисы. Такое прекрасное, доступное выступление о карнавале мер поддержки. Так бы я сказал. Уже, друзья, коллеги, какие-то вопросы? Михаил Сергеевич, да, пожалуйста. Подождите, только говорим микрофон. Министерство инвестиций, оно, образом, не дано, оно выполняет свои функции. У вас 400 с лишним проектов, которые прежде всего вы оцениваете. Я правильно понял? Значит, что нам нужно сделать для того, чтобы мы каким-то образом, может, даже не бесплатно, может, за какой-то процент от прибыли, это лучше. Мне больше нравится финансирование, когда, значит, ответственность, значит, есть что распределять. Вот нам, лесной отрасли, строителям, лесустроительным, сделать, чтобы у нас появилось больше проектов, потому что у вас там в списке, ну, они единицы. Смотрите, давайте, во-первых, разделим, да, есть Мининвест, есть агентство. Мы являемся подведомственным учреждением Мининвеста и занимаемся сопровождением инвестиционных проектов. Мы не занимаемся разработкой мер поддержки, мы их утилизируем, притворяем в жизнь, назовем это так. Что сделать, чтобы было больше проектов? Вы знаете, вопрос здесь, больше вопрос к предпринимательской инициативе. Важно понимать, что мы работаем с проектами, в которых есть инвестор, который понимает, что он может сделать. Мы никогда не лезем в бизнес, мы не даем советов, как его лучше вести. Мы исключительно можем порекомендовать те или иные меры поддержки или помочь наладить необходимые взаимоотношения для бизнеса с кем-то из чиновников, с кем-то из сетевых организаций, с кем-то из контрольно-надзорных органов. Поэтому, чтобы было больше проектов, нужно просто больше инициативных людей. Если у вас есть идея проекта, но нет средств даже стартовых на его реализацию, это важно понимать, рассчитывать, что все можно будет быстренько сделать за счет государства, к сожалению, на текущий момент не приходится. Но если у вас есть стартовый капитал, если у вас есть понятный бизнес-план, если вы понимаете, где, на чем вы будете зарабатывать, то здесь действительно какую-то дополнительную и финансовую, и не финансовую помощь можно получить. Поэтому господдержка – это всего лишь инструмент. Пользоваться им, не пользоваться – это выбор исключительно предпринимателя. И ответственность здесь вся, она лежит на предпринимателе за принимаемые решения. Мы с радостью можем ее разделить бесплатно, но лишь в части консультации и в части, может быть, своевременного направления в нужное русло. Очень много компаний приходят, которые говорят, что вот я хочу это, 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 это. Мы когда начинаем более глубоко общаться, рассматривать, оказалось, что ничего из того, что компания хочет, ей реально-то не нужно, вписываться в историю получения господдержки только ради того, чтобы поставить какую-то внутреннюю моральную галочку, что мне помогло государство, наверное, бессмысленно. Поэтому наш функционал основной, самый главный, как я считаю, мы экономим инвесторам время. Потому что когда ты впервые попадаешь в этот океан инструментов господдержки, зайдите на ГИСП Минпромторга, вбейте там отрасль лесная промышленность. Так, на вскидку, ну, я последний раз, может, неделю назад заходил, где-то в районе 350 мер господдержки вам выдаст. Значит, средний объем чтива про каждую меру господдержки, ну, страниц 50. Надо оно вам. Мы их все прочитали, поэтому мы очень быстро можем вам сказать, это работает, это, к сожалению, по ряду причин сейчас не работает. Из рабочего вам подойдет вот это, вот это, вот это. Сюда, сюда, ну, не суйтесь. Мы объясним даже почему. Но здесь важно понимать, что каждый кейс, он индивидуальный. Поэтому мы открыты для общения. Давайте обсудим, посмотрим конкретно ваш проект, посмотрим его запросы, задачи. Нужна ли там вообще наша помощь? Тоже большой вопрос. Мы достаточно быстро и квалифицированно на него ответим. Спасибо. Спасибо, Михаил Сергеевич. Итак, мы продолжаем. Я прошу вместо спикера занять Мантера Гея Анатольевича. Да, пожалуйста. Да, действительно, очень интересный, содержательный доклад выступления. Я размещу вот эту презентацию. У нас есть чат союза лицепромышленников, то есть там основные лицепромышленники Сырловской области. Я там размещу, как раз, чтобы все посмотрели и, соответственно, при желании обратились именно в агентство. То есть действительно молодой, очень такой эффективный, мощный инструмент, обладающий большим арсеналом средств. Итак, мы переходим дальше. Дальше я с огромным удовольствием хотел объявить следующего докладчика, докладчиков. Мы познакомились в Красноярске на форуме. То есть я бы сказал, что это вообще гвоздь программы, гвоздь нашей сегодняшней панельной дискуссии, потому что дальше будет невероятно интересно. Есть в Красноярске госуниверситет имени Кишинева. В этом госуниверситете есть институт лесных технологий. Этот институт возглавляет Клесников Павел Геннадьевич. В институте были разработаны и запатентованы уникальные технологии, как из неликвидной древесины создавать новые материалы. Эти материалы представлены на столе, их можно будет подойти, потрогать, спросить, и после презентации остаться. Но сначала о том, что это за материалы, какие необходимы для них станки, слово представляю Павел Геннадьевичу. Уважаемые коллеги, уважаемые участники дискуссии, рад вас приветствовать. Мы представляем институт Решетнева. Это первый вуз Красноярского края, который был создан как раз для решения задач проблем лесного комплекса. Ежегодно мы выпускаем порядка 500 специалистов лесного комплекса и, конечно, занимаемся научными разработками. У нас большое количество научных направлений, связанных с лесовосстановлением, с лесными машинами и так далее. Но сегодня мы становимся более тесно на тех вопросах, которые, собственно, мы прорабатывали направление создания новых материалов из отходов древесного сырья, из неликвидной древесины, из древесины, поврежденной вредителями. То есть мы проработали ряд технологий, которые сегодня уже готовы предложить бизнесу для запуска производственных процессов, которые сегодня вам более детально представим. Это инновационные материалы, которые не имеют аналогов в мире. Это наши разработки, которые заплатентованы. И, собственно, как я уже сказал, уже имеются технологические решения для запуска их производства. Я хотел бы представить слово сейчас своему коллеге Михаилу Баянину, на котором расставляется у нас руководителем данного научного направления, который вам сейчас подробно расскажет о данных новых материалах. Михаил, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы поговорить организаторов, так скажем, выступить на данном мероприятии. Ну, в целом, конечно же... Можно, да? В целом, наша затея была в том, что все-таки вот в Свердловской области, мы уже с коллегами пообщались, проблем таких вот явных с отходами нет. Но есть вопросы к неликвидной древесине. Вот сегодня уже звучали некоторые даже аспекты, что делать с малоценной древесиной березы. То есть эти вопросы встали, и они везде встают, во всех регионах. И мы попытались эту задачу решить, так скажем, комплексно к этому подойти. Ну, картинки, наверное, такие, может быть, устрашающие, но, в принципе, вот Красноярский край, несмотря на то, что лесной регион тоже, и при том в гораздо больших объемах переработки, заготовки древесины, но, к сожалению, у нас ситуация примерно вот такая по количеству отходов. Ну, еще одно бедствие – это лесные пожары, энтомовредители, которые также докучают и лесозаготовителям, и переработчикам. То есть это, так скажем, неликвидная древесина. На древесине лиственных пород я остановлюсь в конце, как раз вот сегодня звучал вопрос, да, немножечко поясню тоже про нее. Значит, ну, существующие подходы тоже, они всем очевидны. Значит, сегодня тоже уже звучало, что это производство пилет. С пилетами, конечно, ситуация, как мы общаемся с коллегами, тоже есть вопросы в плане того, что со сбытом готовой продукции. У нас в регионе заводы просто остановились по производству пилет. Значит, использование такой древесины, ну, современные веяния еще есть, так скажем, на крупных предприятиях. Это производство удобрений из древесины органических. Уже идут опытные, так скажем, работы на крупных предприятиях. И частично, конечно же, такую древесину можно пускать в производство древесных плит классических, производство шашки для поддонов, ну, и частично в целлюлозобумажное производство. Но это крайне ограничено. Коллеги, может быть, присутствующие здесь, как раз специалисты в области деревообработки это подтвердят. Поэтому вот этот вопрос, конечно, во главу угла мы поставили. Значит, и пошли, так, сработало, попробовали, вернее, решить эту проблему, так скажем, в несколько другом ключе. Значит, в основу-то, в принципе, ничего такого сверхъестественного нет. Древесина, комплекс полимеров, все это знают. Просто природа создала их в таком комплексе, в котором, в принципе, его можно трансформировать. И, соответственно, как раз, в частности, опилки, измельченные древесиной, их можно трансформировать с помощью специального вида обработки и получать физически активное состояние. Что нам это позволяет делать? Сейчас я покажу картинку, что с опилками происходит. Вот, слева на картинке, это исходные опилки, а справа это вот то, что уже активированная древесина. Притом, никакой химии, никаких добавок там нет. Там только физическая активация. Значит, это позволило разработать, ну, так скажем, две базовых технологии. Две базовых технологии. Первое, это получение плитной продукции, плитной продукции без добавок связующего. Ну, кстати, вот, коллеги с Уральского лесотехнического университета тоже многолетнюю работу по этому вопросу ввели. И была целая прияда даже работ по производству пластиков. Здесь я хотел бы немножко сакцентировать внимание. Все-таки это плитный материал, то есть меньшей плотностью, без использования полимерных связующих, которые сегодня тоже, кстати, не знаю, как в Уральском регионе, но в западной части страны есть даже дефицит в плане смол. Значит, две базовых технологии. Это технология, которая позволяет, ну, схема тут не очень информативная, это приведено просто для того, чтобы вы понимали, что уже под эту схему подобран комплект оборудования. Комплект оборудования значит, все технологические цепочки и связи проработаны. Ну, отчасти того, что, опять-таки, хочу оговориться, это только на основе то, что смог сделать университет. Значит, первая технология – это плиты средней плотности для домостроения, в частности. Почему для домостроения? Значит, ну, провели ряд исследований, значит, испытания этих образцов лабораторных, они вот как раз там представлены. Значит, в принципе, это заменитель того же ОСБ, который сейчас существует. ОСБ производит более, так скажем, балансовые, да, древесины, но и кондиционное середо тоже должно присутствовать. И второй вопрос – это смолы, которые получали наши заводы, ну, по крайней мере, вот такие я знаю, западной части страны и за рубежа, недружественных стран. Тоже у них возникли вопросы, параллельный импорт пока помогает, но все под вопросом. Вот. То есть, по показателям, в принципе, это ОСП-4. Значит, область применения. Ну, тут все, что связано, вот как раз, в принципе, аналог есть, да, соответственно, область его применения в строительстве может быть как конструкционный материал, да, как несъемная опалубка. Тоже были тесты с бетоном, то есть вообще не снимать, потом офактуривать и производить отделку. Значит, тара овощей и фруктов, наверное, не совсем для стройки, но все-таки экологически безопасная тара тоже возможна. Больший интерес, ну, так скажем, на мой взгляд, это плиты малой плотности. Значит, тут теплозвукоизоляционный материал в первую очередь. Значит, сейчас у нас это только полимерные, либо минеральные ваты, да, есть. Все это хорошо, но, вот, например, в малоэтажном домостроении использование вот этих материалов, ну, так скажем, на мой взгляд, это просто коверкает принцип деревянного дома. То есть его не получается. Получается термос в итоге. Каркасное, в частности, домостроение, да. Вы сразу покажите, вот, на экземплях. А, ну, это примерно вот. Это примерно вот это. Да, вот прям передайте, чтобы посмотреть. Ну, если кому-то интересно, могут подойти посмотреть. Значит, по характеристикам, в принципе, по теплопроводности, по всем показателям он соответствует. Но самое главное, у него есть еще одно преимущество. Например, коммунальная авария произошла в доме. Значит, древесина обычно это, выбрасываем и ремонт. Вот. Здесь момент такой, что, в принципе, увлажняли, замораживали. То есть по климатическим испытаниям он, в принципе, 3-4 цикла выдерживает, прочности не теряет, характеристик не теряет. То есть тоже особенность, да. В принципе, такая вот, ну, положительная, я считаю, все-таки момент. Значит, дальше от этих базовых технологий решили двигаться еще дальше. То есть попробовать сделать материал, который уже будет непосредственно для производства домокомплектов. Это брус, в принципе, из такой же плиты, нечто подобное. Вот. В принципе, теплопроводность ниже, несущую способность имеет, несущую способность, ну, то есть до двух этажей спокойно можно строить. Далее. Если в развитии вообще вот этого процесса активации, то, что я вначале упомянул, сейчас задумка, следующий уже этап, так скажем. Мы разработчики, да, мы только можем предложить, да, для бизнеса то, что. Но в дальнейшем, чтобы видеть перспективу, в принципе, наверняка здесь присутствующие строители слышали о 3D-печати домов. Скорее всего, где-то видели. Где-то в Казани уже строится, по-моему, даже поселок. Вот. Соответственно, древесину тоже можно, древесины можно тоже так же строить. Ну, мы принципиально пока это доказали только на начальном уровне, но просто, так скажем, тоже момент такой есть. Вообще, в целом, хотелось бы отметить, Павел Геннадьевич сказал, что нет аналогов. Да, немцы тоже в этом направлении двигаются. Двигаются. Но они пошли немножко по-другому. По-другому пути они пошли по пути жесткой химии, воздействия на древесину. Мы пошли чисто за счет физических процессов. Дальше. Древесно-полимерные композиты. То есть, как развитие вот той же базовой технологии активации позволяет, в принципе, делать ДПК. Тоже, по сути, продукт лесопромышленного комплекса. Полимер, древесина. Здесь какой момент есть позитивный? Позитивный. Значит, существующие подходы использования древесной муки это максимум 30-40% можно. В лучшем случае. Здесь уже мы сделали, в принципе, образцы. Но, к сожалению, просто не успели привести. Они, в принципе, 80% древесины с теми же характеристиками, что и ДПК классический. То есть, это тоже момент может быть. Дальше второе наше направление, так скажем, вот про те базовые решения, я сказал. Это изоляционные материалы непосредственно из древесных волокон. Здесь нюанс какой. У нас в Беларуси есть завод. Мы, так скажем, белорусы успели его даже построить по древесной изоляции. То есть, это полностью вроде как заменитель минваты и тому подобное. Они это сделали. У них многомиллионный завод с государственными инвестициями. Ну, у нас средний бизнес, так скажем, себе такое позволить не может. Мы искали это технические, технологические решения и, в принципе, их нашли. Заменили классические, значит, все эти подходы. И, в принципе, технология получилась в 10-15 раз дешевле. И при этом инвестиции изначальные должны быть меньше. Ну, здесь тут переработка отходов тоже, да. То есть, если кто-то с деревообработкой связан, то здесь есть моменты. Так, следующее. Значит, по характеристикам, ну, они, в принципе, вот иеновский стандарт есть на древесную теплоизоляцию. Там, в принципе, все совпадает. Только, единственное, здесь плотности уже могут быть вот от предыдущего материала немножко поменьше. Вот, соответственно, ну, вообще остановились где-то около 150 килограмм на метр кубический. В принципе, с минватой может конкурировать. Значит, ну, есть еще один момент, это уже, так скажем, более идущие далее планы. Это все-таки использование биополимеров, биотехнологий для производства основы для обналичников, для плинтусов. То, что вот делается, это плитные материалы из волокна, МДФ, HDF, только которые могут производиться уже не с термореактивными смолами существующими, а именно биополимеров, в частности, которые получаются, то есть бактерия питается, но питается тоже отходами. Конечно, отходы, там, сельхозпроизводств и, может быть, для уральского, там, сибирского округов не так актуально, но, в принципе, вот коллаборация тоже такая может быть. Так, немножечко скажу, вот как раз про неликвидную древесину, погибшие древостои. Почему? Потому что, ну, у нас, вот вчера буквально совещание было, у нас 300 миллионов кубометров, кубометр, 300 миллионов кубометров древесины в регионе стоит пораженный древесиной в Красноярске. То есть это цифра колоссальная, да? Вот. У вас, я так понял, проблема немножко менее масштабная, но все-таки гнилую древесину надо использовать, да? Куда-то девать, что-то с ней делать. Вот заготавливать, например, тоже. Вот как раз то, что я говорил в начале, да? Наши исследования показывали, что из исследований кучи, которые опилок там 5-6 лет пролежали, даже вот эти материалы, они получаются еще и более с высокими характеристиками. Но это в принципе и оправдано. То есть мы в этом разобрались. Древесина, когда гниет, она тоже активируется, по сути. Вот. Но все-таки с массивом, с массивом, что делать с массивом и как его применить в строительстве? Тоже есть подход. Так, листается? У меня почему-то не листается. Следующий слайд. Вот. В принципе, можно рационально и к этому подойти. То есть готовим круглый лесоматериал и все. Существующие технологии сканирования позволяют все это выявлять. Разделяем, что-то распиливаем с определенными стадиями биодеструкции. Значит, часть у нас не попадает под современные ГОСТы, под нормы. Значит, природа тоже тут нам помогла, в принципе. Она повысила проницаемость древесины. Мы ее можем пропитать стабилизирующими жидкостями, притом экологически безопасными. И еще и свойства улучшить, они будут выше, чем, например, у исходной древесины. Ну, например, в частности, огнезащита. С древесиной есть такое предвзятое отношение, да, с огнезащитой? Есть такое, что горючий материал. Как раз вот пораженную, например, или гнилую древесину ее легче пропитать огнезащитными составами по всему сечению. И она будет защищена гораздо выше, нежели чем исходная, когда только поверхностная пропитка делается. То есть этот момент есть тоже. Вот. Вообще, коллеги у нас сейчас работают и CLT пытаются из осины все-таки сделать с теми свойствами, характеристиками, как делают ее из хвойными породами. Вот. И, соответственно, здесь тоже есть моменты. Береза. Сегодня прозвучала береза. Я просто скажу уже. Это уже дополнение к докладу просто про березу. Здесь образец есть. Есть образец березы. Вот такой. Значит, вы видите, да, он везде одноцветный. Если, ну вот, как раз вот, может быть, посмотрите. Вот сверху береза. Значит, береза, аномальная такая порода, интересная, она легко пропитывается. Притом красителями то, что вот наша одежда покрашена. Получается, материал очень интересный в плане того, что декоративные свойства. У березы же самая главная проблема декоративности нет. То есть, паркет, пожалуйста, делайте. Стеновые панели можно тоже делать. То есть, все это возможно с березой. То есть, ну, диверсифицироваться, наверное, надо, потому что фанкряж это хорошо, но вот, как показала практика, да, мы не можем березу использовать только как фанкряж, грубо говоря, для фанеры. То есть, пиломатериалы, есть решение по огнестойкости, она тоже легко пропитывается, соответственно, ее можно насквозь пропитать. Огнестойкие двери без проблем тоже делаются. За рубежом, кстати, по этому пути тоже идут. Я вот был на выставке в 2019 году и видел, это такие же двери, но только с их порог. То есть, такой момент есть. Спасибо. Уважаемые коллеги, Михаил, я бы хотел попросить про каждый материал очень кратко рассказать, показать его, что это такое, где может применяться и краткие характеристики. Уже нет. Верните образцы для спикера. Коллеги, первый момент, вот то, что я говорил про активацию, вот она плита. Здесь с толщинами, конечно, есть небольшие ограничения, 10-12 миллиметров они могут быть, здесь, по-моему, 8. Я еще не сказал один момент, просто упустил. Я не знаю, как в вашем регионе лесопромышленники работают, но есть еще проблема с окоркой. То есть, есть предприятие, но культура производства растет, мы кору отделяем в лесопилении, например. Что делать с корой? Ее вообще утилизировать сложновато. Тоже либо биотехнология это удобрение, либо тоже получить можно плитный материал. Значит, вот этот по прочности в принципе не ломается, но реально, я говорю, он ОСП-4 соответствует по всем параметрам. Притом, у ОСП, например, у нее есть еще особенность, она по осям распределена неравномерно, прочность, то есть основная ось и второстепенная, то здесь моноструктурный материал. и еще один момент есть, вот то, что по климату там испытания приведены, то есть это замораживание, циклическая там сушка, вымачивание, кипячение. Ну, мы ОСП тоже брали как аналог наших колево, не буду говорить производителя, не помню уже даже. Вот, ну и чтобы не компрометировать. Есть такой момент, они выдерживают даже кипячение два часа, то есть остается та же прочность, ну не та же, конечно, 95% от исходной прочности. То есть, ну, вообще материал, так скажем, как нам кажется, вот здесь я аналогов России пока встретить не смог. Европа движется, но она движется, вот, нечто подобное, это вот изоляционный материал, который, они для ветряков ее используют, вот такой материал, но не как теплоизвукоизоляция. вот, всевозможные комбинированные моменты могут быть, то есть и стеновые панели, все это, в принципе, кто с производством связан, они все это прекрасно понимают и могут это сделать. Значит, плитный, так, ну и вот эта теплоизоляция, то, что мягко я говорил, она древесная, она, я говорю, она известна в Европе хорошо, с ней работают, есть зацепной вариант, есть плитный материал, ну, зацепной вариант, там, домостроение, какая особенность, все-таки вот у нас эковаты, так скажем, из макулатуры делали, с волокна, я вот, честно говоря, наших производителей пока не встречал, но вот плитный материал, у них чем особенность, они со временем не дают усадку. Вот этот материал, в принципе, если бы зажигать можно было здесь горелку, я бы принес, вот этот могли пожечь, то есть он насквозь пропитанный, тоже, опять-таки, преимущество этих плит, что их можно потом модифицировать, то есть пропитали, например, огнезащитным составом, ну, видео у меня есть, я с собой, вот, правда, если кому интересно, то есть горелка, реальная газовая горит, она обугливается, но практически не теряет массы, то есть с древесиной это можно делать, ну, просто нужен подход свой. И вот по березе, значит, я так скажу, в Красноярске мы построили такой, подобный завод, у нас береза гораздо хуже, чем у вас, очень, так скажем, масса проблем, там, ложное ядро и тому подобное, вот, построили, алюминищики у нас такой завод, он стоит, кстати, благополучно, когда Русал забрал этот завод, они его просто остановили, сбыт продукции тоже был колоссальный, все просили, то есть с этой березой крашеной, вот, и при том, здесь затраты на технологию не такие высокие, и самое такое может быть, ну, совсем не конфиденциальная информация, у нас, по-моему, кто-то из правительства сделал себе даже дома такой паркет, вот, то есть такой момент есть, ну, вроде как, здесь именно та площадка, где можно говорить конфиденциальные вещи, наш маленький круг доверия, смотрите, вот я бы хотел акцентировать внимание, и вот, чтобы еще раз подчеркнули, о материале, из которого можно изготовить профилированный брус, вот смотрите, Николай Иванович, каратка сама технология, то есть берется пив, доводится до фракции, до более мелкой фракции, да, Значит, измельчаем, дальше формуем, высушиваем в камерах, в принципе, камеры даже подойдут, которые вот сегодня показывали, да, на любом лесопромышленном предприятии, ну, только адаптированные, да, немножко по режимам, высушиваем, далее, фрезеруем, отходы фрезеровки обратно, идут в производство повторно, потому что у нас не клея, ничего же там нет, поэтому с этим проблем нет, дальше склеиваем, ну, собственно, при том, холодное склеивание, там горячее даже не подразумевается, ну, и в принципе готово, потом фрезеруем, уже фрезеруем, вот, и получается материал. Следующий логичный вопрос, какие в настоящее время существуют станки, которые бы эту технологию могли применять на производстве, уже на массовом, и какие есть у вас? Значит, здесь самая загвоздка сейчас, это все-таки какая-то коллаборация с машиностроителем, потому что у нас, хоть и установка стоит, которая в университете, она считается полупромышленной, вот она бы совместную проработку требует до конца, и в принципе остальное оборудование, по формовке надо изготовить оборудование, но опять-таки ТЗ мы можем это предоставить, в принципе, а остальное все стандартное. То есть в лабораторных условиях у вас полностью собрана установка? Да. В лабораторных условиях? Потому что вот у нас как раз Игорь Федорович Зеленкин, замминистра промышленности, вот мы его специально пригласили, чтобы он это вот услышал, потому что именно он коммуницирует с станкостроителями, и понятно, что Свердловская область это область машиностроения, станкостроения, здесь есть кому, если будет интерес, кому именно подключиться к этой тематике. Ну, в идеале я еще добавлю, по сути же, если станкостроители, машиностроение и так далее, это же момент какой, мы создали линию производственную, это же потом тиражирование, так скажем, возможно, в том числе и в Красноярский край, потому что у нас тоже, у нас видели, какие проблемы с отходами. Коллеги, вот разрешите, я добавлю пожелания, у меня есть два, первая, замечательная презентация, уникальные наработки, это вот совершенно точно, там, если мы научимся так перерабатывать отходы, наверное, мы там сдвинем с мертвой точки и домостроения, и строительные отрасли, и так далее, по применению этих материалов, но презентация хорошая, вот у меня просьба, вы же в университете все равно занимаетесь и экономическую часть проекта тоже просчитываете, добавьте в презентацию какие-то цифры, я не знаю, порог вхождения, предполагаемый объем инвестиций, на такую-то производительность, на такую-то там производственную мощность линии, на такую-то технологию, мы же говорим о том, что сейчас надо искать инвесторов, да, мы же тут не в научном кругу, мы же тут с бизнесом обсуждаем, надо же коммерционализировать, поэтому добавьте, пожалуйста, экономических выкладок, да, в результате она окажется по цене там позолоченной какой-то, да, ну тогда что тут велосипед изобретать, а если она действительно где-то вот по себестоимости сама продукция по порогу вхождения, по порогу инвестиций разумная будет, тогда я думаю инвесторы, в том числе и в Свердловской области появятся, у нас тоже есть алюминиевые олигархи, которые сейчас кстати думают, ну так, в хорошем смысле этого слова, куда же вкладывать деньги, там с оффшорными вопросами все не так просто, да, поэтому есть свободные ресурсы. Вот это, пожалуй, первое, ее бы доработать и также эту презентацию нам мы бы с удовольствием и до лесопромышленников довели и так далее. То, что нужно по станкостроению, да, действительно у нас есть компании, которые занимаются, ну мощные такие, новаторские, инновационно-разработческие компании, занимаются и разработкой, и внедрением, и там выходом на серию, и так далее. Сужайте задачу, ставьте, давайте технические задания, мы с удовольствием отработаем, подберем вам 3-5 компаний, направим к вам на переговоры, я понимаю, что вопрос инвесторов параллельно надо решать, да, потому что так просто вам двоим там что-то изобретать, и это самое. Тут мы тоже позанимаемся. Вот, ну то есть, прошу экономику, потому что я пытался понять, какие у них преимущества, там, меня рубли как бы вот интересуют, а у вас тут написано, как это, карбоновый след уменьшает, он мир на это время, никому не интересен, был выбор карбоновый след, давайте прорубь их. Ну мы больше за здоровье людей, так скажем. Игорь Николаевич, я прошу микрофон передать Сергею Николаевичу, Сергей Николаевич, тоже интересен ваш комментарий, туда-туда, туда еще. Сергей Николаевич, Антоненко. Уважаемые коллеги, ну тема очень актуальна, на самом деле, вот борьбы, в частности, то есть, твойные отходы, мы знаем, куда деть, лиственные отходы, и пустовые, и, значит, опил, да, хотелось бы использовать на такие материалы, абсолютно верное замечание Игоря Федоровича, мы ничего не понимаем по своей стоимости, поэтому разговор, он здесь такой, как бы, ну, хорошие образцы, гладкие, интересные, как бы, наверное, можно использовать, вот, понять, сколько стоит. Если это будет стоить дороже, чем, допустим, цельная древесина, да, либо клееная древесина, то, наверное, смысла у нас с этим нет. То есть, это должен быть дешевый материал, который будет дешевле различных минеральных ватт, значит, различных других утеплителей, которым могут быть пользоваться в домостроении, будет у них, конечно, плюс какой-то экологичности, на самом деле, но на сегодняшний день все-таки молодые семьи больше всего смотрят на цену дома, да, а не то, из чего он сделан. Хотя, они тоже смотрят, но в первую очередь на цену, и сколько лет они будут платить ипотеку. Поэтому цена этого материала, ну, наверное, один из основывающих факторов, который нужно знать в своих проектах. Предприятие «Инструмонтаж», лучшие деревянные окна, ворфон, значит, ну, великолепная презентация, вот, были аналогичными предприятиями и сайта «Укария», не так давно, у нас туда командировка была, вот, и они очень грамотно предложили вот эту, модель, как ее франшиза не франшиза называется, она только стоит какого-то миллионов рублей, вот, и ты покупаешь завод, то есть он уже с какими-то конкретными характеристиками, и завод, скажем так, разной производительности, вот, на входе у тебя опилки сырые приходят, там, да, на выходе идут вот эти вот шашечки для поддонов, все, вот, вот, деньги, все там, там, все у них просчитано, вот, несколько заводов уже было поставлено где-то, вот, здесь идея, как бы, уникальна чем? Тут есть, она ориентирована на домостроение, вот, у нас есть рабочая группа, я сейчас только что звонил, как бы, там, да, директор строиндустрии, строиндустрии, говорит, давай посмотрим, как бы, как, где, поэтому тут нужно очень хорошо организовать, вот, есть у нас агентство включения инвестиций, у них есть методологии различные, там, да, давайте туда все цифры отдадим под технопарком, у нас там технопарк в Листехе, там, в университете есть, там, тоже какой-то там, вот, объединить усилия, да, агентство включения инвестиций, давайте выпустите некую франшизу, там, да, и для желающих, у кого-то она нужна, там, я когда был в Цикаре, там, однозначные условия, должно быть опил бесплатно, если он за какие-то деньги, предприятие уже неретабельное, эти шашечки, они уже не продаются, там, да, с той ретабельностью и оккупальностью, которая, как бы, заложена, вот, у нас как бы не получилось, как вот эти беспилотники хорошо показывали, но ничего не взлетает, ничего не летает, ничего нету, поэтому вот этот организационный ресурс, сейчас нужно его мобилизовать, поручение, первое, кто возглавит, какой министерс возглавит, все, и поручение, там, агентство включения инвестиций, сделайте бизнес-план, кто дает цифры, дает два технопарка, там, да, Красноярский и у нас, нашего университета, они объединяют усилия, дают цифры, и, в принципе, дают как франшизу, они отвечают за выходные параметры, какое-то, может, будет пилотное производство, но где-то есть, мы там вот ездили, мы там видели, реально, вот они выходят, эти шашечки, они реально там, пички, это очень непростой производство, там, да, очень нужно смотреть, там, да, и синхронно все это его обеспечит, вот, и нашли какого-то пилотного, скажем так, инициатора, у кого куча пилок там завалено, там, да, и на его предприятии как-то организовали, если мы сможем так это делать, то у нас наверняка на фронтах всегда будут наши беспилотники летать как бы, да, и сокрушать наших злоумышленников, спасибо. Спасибо большое, коллеги, за комментарии, мы уже, да, поняли, собственно, нашу недоработку, по экономике предварительно, мы проводили расчеты, собственно, по всем вопросам, предварительные расчеты показали, что они будут рентабельны и конкурентоспособны, значит, ну, тем не менее, я полагаю, что мы в ближайшее время подготовим экономические обоснования по всем вопросам, которые сегодня представлены, направим, собственно, вам для дальнейшего обсуждения, потому что я понимаю, что интерес есть, вопрос только теперь в рентабельности данного процесса, поэтому спасибо вам, в любом случае, за приглашение, спасибо за внимание, уверены, что будет дальнейшее сотрудничество, мы на это рассчитываем и полагаю, что это будет интересно и полезно всем. Спасибо, коллеги. Спасибо, Павел Геннадьевич. Я думаю, что мы тогда примем, скажем так, доработанную уже презентацию с предварительными цифрами и рассмотрим ее в четвертом квартале на Союзе лесопромышленников, это как раз та площадка, на которой можно будет этот вопрос обсудить, и уже дальше определимся с коммуникацией и с рабочей группой, которая будет заниматься этим процессом и внедрением на территорию области. Сергей Федорович, это еще так, кто главный, кто инициатор, инициатор тот, кто заинтересован, инициатор это судебный бизнес. Если есть экономический интерес, коммерческий, то это все полетит. Не будет коммерческого интереса, то это не полетит. Поэтому тогда мы ждем доработанную презентацию и будем дальше двигаться по этому направлению. Еще раз спасибо нашим друзьям, коллегам из Красноярска. Мы продолжаем рабочую часть панельной дискуссии. Конечно, деревянное домостроение и все, что связано с лесозаготовкой, лесопереработкой, оно невозможно без кадровой подготовки. Специально для этого пригласили наш самый главный университет на Урале для того, чтобы рассказать, какие есть наработки, какие есть проблемы или пригласить для молодых ребят, которые также слушают, являются участниками сегодняшней дискуссии. Итак, слово предоставляется зав. кафедрой механической обработки древесины Уральского гос. лесуниверситета Газеева Максима Владимировича. Максим Ильич, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники дискуссии. Спасибо, Андрей Валентинович, за предоставленное слово. Ну, сегодня мы буквально только что послушали доклад коллег из Сибирского технологического университета науки и технологий имени Решетнева. Ну, и хочу, конечно же, рассказать про подготовку в нашем Уральском регионе. Наш Уральский государственный технический университет, вы знаете, что он давно уже является ведущим таким, будем говорить, локомотивом научного и кадрового сопровождения предприятий из промышленного комплекса. И с 1930 года так вот значит и осуществляет сквозную подготовку по разным ступеням образовательным, то есть начиная от среднего профессионального образования и заканчивая аспирантурой, то есть это подготовка кадров и высших квалификаций. Ну прежде чем говорить об истории, вернее о подготовке кадров, хотелось бы обратиться немножко к истории и вспомнить историю становления именно подготовки деревообработки у нас на Урале. Значит еще в 1928 году значит при существовании деревообделочной специальности, то есть такая подготовка осуществлялась на базе сегодняшней УРФУ под руководством Бориса Афанасьевича Кроля. И в 1930 году, когда был основан Уральский лесотехнический институт, была организована кафедра лесопиления. Как раз Борис Афанасьевич был первым заведующим кафедрой, который занимался в области деревообработки, то есть он один из основателей, создателей первого учебника в области лесопиления, где был собран весь мировой опыт. Потом в 1932 году у нас заведовал кафедрой Герасимов, это был выходец с Питерской лесотехнической академии. И по совместительству он был замдиректора по науке в Нейдрево, в 1934 году Розенгаус, Калуцкий потом, и в годы Великой Отечественной войны заведовал кафедрой Михайлов. В то время лозунг был такой, что все для фронта, все для войны, и работали, занимались вопросами, связанными с оптимизацией лесопиления, то есть уменьшение расходов на потери при лесопилении, разработкой ложементов для ружей. Ну и потом уже у нас сменилось много заведующих кафедрами, то есть на сегодняшний день заведую кафедрой Ягазеев Максим Владимирович. Значит, сегодня кафедра механической обработки древесины у нас осуществляет подготовку по федеральному государственному образовательному стандарту по направлению 350302. Это технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Существует три профиля на базе данного направления, то есть два профиля научной форме обучения, это дизайн и технология изделий из древесин и технология промышленного деревянного домостроения. И на заочной форме обучения это технология деревообработки, то есть она как бы универсально что-то берет ряд дисциплин от дизайна и технологии изделий из древесины и часть от технологии промышленного деревянного домостроения. В прошлом году выпуск на кафедре составил 12 человек у нас очников выпустилось по технологии промышленного деревянного домостроения и 12 человек по дизайну и технологии изделий из древесины. 13 человек на заочной форме обучения. В этом году мы набрали порядка 60 человек научную форму обучения. Здесь на слайде вы видите также направление подготовки магистратура, аспирантура. И немножко хотелось рассказать об федеральном стандарте, то есть и в рамках данного стандарта образовательная программа, что она включает. Она включает три блока, то есть блок обязательной части, блок второй, формируемый участниками образовательных отношений, и блок практики государственной итоговой аттестации. То есть в рамках образовательного процесса у нас четыре практики. На первом курсе это ознакомительная технология деревообработки. Второй курс они уже у нас осваивают технологию деревообработки и изучают конструкции станков, инструмент, кинематику, гидравлику. И третий курс это уже производственная практика, непосредственно привязанная к конкретным предприятиям. Так и на четвертом курсе уже преддипломная практика, тоже она привязана к конкретным предприятиям. Порядка 80% дипломных проектов мы делаем именно с привязкой к конкретным предприятиям. В том числе и вот Иклюшин Сергей Федорович сегодня присутствует. И на базе его предприятия тоже мы делали дипломный проект по разработке конструкции окна в условиях ООО «Лесстроймонтаж». Что получается по поводу вот этих дисциплин? Ну видите, то есть у нас основная профессионально-образовательная программа включает 52 дисциплины. То есть 43 обязательная часть и 17 это у нас по получению как раз именно профессиональных знаний. 9 это дисциплины, формируемые как раз участниками образовательных отношений. И вот тут вы можете видеть, если взять профиль технология промышленного деревянного домостроения, то он включает в себя такие дисциплины, как основы строительного дела, ландшафтный дизайн, технология промышленного деревянного домостроения, проектирование деревянных домов. И естественно, то есть в соответствии с профессиональным стандартом и в соответствии с требованиями в ГОС, нам необходимо привлекать представителей и работодателей в учебный процесс. То есть если в прошлом году у нас был задействован главный технолог с производства атомстройкомплекса, то есть он читал технологию лесопилению, то в этом году Сергей Михайлович согласился почитать нашим студентам технологию деревянного домостроения. И заочники сегодня присутствуют как раз на этой панельной дискуссии. То есть сколько у вас человек? Тут человек шесть, по-моему, сегодня пришло по заочной форме обучения. Ну и есть дисциплины вариативной части, то есть где можно выбирать как раз из двух вариантов один. Что хотелось бы отметить? Ну естественно, в соответствии с посланием президента, то есть мы обязаны вести свой образовательный процесс с современными тенденциями, с применением современных информационных технологий. На сегодняшний день есть актуализация именно создания цифровых двойников производства. И мы применяем современные системы автоматизированного проектирования для разработки конструкций. В данном случае проектирование деревянных домов. Допустим, наша отечественная разработка К3 Коттедж. По проектированию, допустим, мебели, изделий из древесины, такая разработка как САПР Базис Мебельщик. То есть тоже комплексный САПР. То есть это комплексные САПРы, которые позволяют получать конструкторскую и технологическую документацию с последующим передачей на станки с числовым программным управлением. В данном случае на слайдах представлены лаборатории, кафедры, оборудование. Это лаборатория с числовым программным управлением. То есть лазерный станок для резки древесины, фрезерно-копировальный станочек представлен. Это лаборатория изучения основ конструирования изделий из древесины. Ну и там, видите, вы можете испытательные стенды мебели по показателям безопасности, где можно испытывать конструкции. Лаборатория исследования свойств жидких и лакрашных материалов и покрытий на основе них. Ну и, соответственно, проекты, как я уже говорил, наши студенты могут делать различные в области деревообработки, домостроения, малых архитектурных форм. То есть это один из проектов дипломных по организации и разработке малых архитектурных форм для парка Самаровский Чугас мы делали. Значит, и интерьеры русской бани, то есть, ну и все, как правило, мы привязываем к конкретным условиям производства. Значит, также у нас на кафедре до пандемии очень хорошо функционировала программа двойных дипломов. Мы взаимодействовали с международными нашими партнерами во Франции, высшая школа дерева, то есть и получали двойные дипломы наши магистры. Значит, что касается научных направлений, ну вот на слайде вы можете видеть, здесь ряд я вынес пунктов, что может делать кафедра и преподаватели, и научно-педагогические работники нашего университета. То есть, это исследование анализа существующей технологии на производство, предложение различных рекомендаций по бережливому производству, по нормированию сурея. Это и разработка новых композиционных материалов, так же, как у коллег в Сибирском университете. Это и исследование и разработка новых защитных материалов. То есть, ну вот, например, на слайде представлен один из вариантов работы, как раз по предприятию Лесстроймонтаж. То есть, мы анализировали существующую технологическую линию, то есть, по производству клееного бруса и изготовлению деревянного оконного блока. То есть, выявили недостатки перемещения, то есть, и предложили ряд мероприятий, для того, чтобы можно было повысить производительность труда на производстве. Ну и, соответственно, с нормами расхода сырья тоже можно было поработать и уменьшить потери. Вот это вот одна из разработок уникальных, то есть, так же, нигде такой разработки больше нету. То есть, это разработка нашего университета, нашей кафедры, рентгенозащитные композиционные материалы на основе древесины и древесных отходов. Ну, плита трен – это плита от рентгена, то есть, древесно-стружечная плита, защищающая от рентгеновского излучения. И фанотрен, то есть, фанера от рентгена. То есть, их очень много модификаций, комбинаций. И, соответственно, на базе данных материалов с их применением был оборудован рентген-комбинент в госпитале ветеранов войн у нас в Екатеринбурге. То есть, таким образом прошла апробация данной работы. И было защищено четыре кандидатских диссертации, одна докторская. Вот одна из направлений, например, работа по модифицированию мягколиственных пород, древесины для паркетных изделий. То есть, эта работа была поддержана фондом Бортника. Значит, по программе «Умник» получили полмиллиона на проведение исследований. То есть, такая вот установка была создана. И впоследствии была защищена кандидатская диссертация. Работы ведутся и в области, допустим, применения отходов для деревообработки, таких как композиционный теплоизоляционный материал для древесины. Могут быть в работе вот такого плана. То есть, это по изготовлению товаров народного потребления. То есть, вы видите, допустим, здесь... Так, у меня в листане. Значит, на предыдущем слайде показана доска для разделки рыбы, то есть, которая имеет оригинальную конструкцию, защищена... Ну, все разработки, как правило, мы защищаем авторскими свидетельствами, патентами. Либо, вот, допустим, делали проект для Туринска. Тоже это применение отходов деревообработки для получения сувенирной продукции. Разработки ведется у нас и в области отделочных материалов. Допустим, была разработка, связанная с... новой пропитки тонирующей на основе алкидных смол, аналог пинотекса, так скажем, то есть импортозамечения, которая очень широко производилась опытным производством лакокрасочных материалов, то есть, и можно было ее встретить практически в любом хозяйственном магазине. То есть, вот последняя разработка связана с получением лакокрасочных материалов на основе эпоксидных смол, которые были бы технологичны и, значит, наносились различными способами и формировали покрытие с высокими показателями. То есть, здесь сейчас работа ведется как раз, и как раз получены положительные, хорошие результаты. Одна из разработок, это связанная с ускорением способов сушки, интенсификации, подтверждение лакокрашных покрытий на древесине. То есть, это применяли мы люструю Чижевского для этих целей, то есть, позволяло это нам ускорить технологический процесс где-то процентов на 30-40. Тоже по данной работе защищена докторская диссертация. Работы могут быть разного уровня, то есть, вплоть до такой, что разработали прибор для оценки потребительских свойств мебели. То есть, это близкомер. Или, например, вот работа, связанная с исследованием шлифования поганажных деталей. Так, у меня автоматическое видео стоит листанье. И можем, допустим, заниматься исследованием надежности технологических систем. Здесь, в данном случае, было разработано тензоизмерительное устройство, которое устанавливалось на механизмы лесопильной рамы и, соответственно, диагностировались те нагрузки, которые выдерживали соответствующие узлы. И потом это передавалось в компьютер, и можно было обрабатывать и прогнозировать, ну и какие-то предупреждающие действия предпринимать. Ну и, конечно, хочу сказать, что на кафедре уже 17-й год, то есть, при участии кафедры, при поддержке, значит, проводится международный евразийский симпозиум «Дереобработка технологий оборудования менеджмента 21 века», на котором мы освещаем, значит, как раз исследовательские разработки и приглашаем представителей и работодателей бизнеса для того, чтобы поделились проблемами актуальными, которые на сегодняшний день есть у предприятий. И, соответственно, ну вот последний симпозиум крайний, который мы провели в этот сентябре, то есть вы видите фотографию, она представлена. Ну вот, спасибо за предоставленное слово. Спасибо, Максим Владимирович. Действительно, очень интересный рассказ о том, что делает университет, о том, какая научная образовательная база. Ну и понятно, что студенты, которые учатся по такой программе, понятен класс этих специалистов после выпуска из университета. Итак, вопросы? Да, Сергей Федорович, сейчас микрофон вам наденем. Максим Владимирович, а кафедра деревянного домостроения, она тоже у вас там, да, получается? Сергей Федорович, у нас на сегодняшний день такой кафедры, как деревянного домостроения, нет. То есть у нас есть кафедра механической обработки древесины, за которой закреплено вот это направление подготовки, реализующие три профиля, которые я озвучил. Ну, коль получается деревянное домостроение, оно вот за данной кафедрой закреплено, то вот есть смысл такой вот более широкой интеграции осуществления. К примеру, что вот все эти материалы, мы на следующем форуме 100+, я это искренне желаю, здесь показали продукцию уже деревянного домостроения. Потому что есть у нас сейчас, мы тут втроем делали, где-то с 9-го года там занимались классеризацией, и вот сейчас снова она пошла. Вот, и в Минстрое возглавляют там сейчас один классер, потом еще там Союз Строиндустрии, тоже еще один будет классер, это связано именно с малотажным домостроением. Одни готовят Строиндустрию, другие будут возведения и так далее. Поэтому есть смысл как-то, может быть, брошюру выпустить, то есть быть потеснее с предприятиями, которые занимаются, чтобы все это хозяйство, оно появилось буквально вот на рынке, мгновенно там, да, например, там появилась вот такая же брошюрка там, да, вот домостроение, деревянное домостроение, например, в Сувиловской области. И там это круглые столы, экспертные советы, там вот предприятия не будут говорить и рассказывать. Вот это вот пойдет, нет, в качестве ограждающей конструкции, потому что на самом деле целый, как бы, контур там, да, вот, самое, он может получиться. У вас, как бы, и идет ограждающая конструкция, и утеплитель, вот, но мы дадим экспертов, которые говорят, вы будете его использовать или не будете, там, да, то есть они покупают утеплитель, покупают пиломатериалы, у них есть станки для раскроя, их проектное решение, там, да, формирует производственный поток, там, да, эту калькуляцию, самую спецификацию, вот, и там появляются какие-то элементы дома, там, да, сколько он будет стоить. На самом деле, вот тут говорили, вот он будет дорогой, он 10% всего в стоимости дома занимает, скажем так, вот этот вот тепловой контур. Вот, поэтому появляется здесь, и мы уже смотрим какие-то анализы, значит, там, да, что лучше. Студент уже непосредственно знает, как бы, там, на домостроении натасканный, вот, где какие показатели поддерживаются. Тот и говорит, а вот там, как термос дом, так у нас есть предприятие, теплокрепость, которое делает энергоэффективные дома, но у них там обязательно предусмотрена, скажем так, вентиляция с рекуперацией. Это однозначно. То есть это специальный тип домов, который ничего не пропускает, как бы, там, да, но где рекуперация, она самым серьезным образом там присутствует. Вот, поэтому вот это нужно, что когда вот это уже выходит, как бы, там, да, в метр квадратный, а вот Бартош, он даже отвечает за метр квадратный, он знает каждый дом, который, как бы, там, да, сдается, еще он сделан и так далее. Тогда, глядишь, у нас деревянное домостроение, но уже забудем по-другому. Там, глядишь, выйдем на высотные, есть, как бы, там, тоже высотные, как бы, темы. Но это нужно какие-то целевые конференции проводить, как-то студентов, там, да, собирать, как бы, какие-то цифры, там, их обсуждать, как бы, там, да, вот желаю вот этого. Спасибо. Сергей Федорович, я вас слышал, мы готовы принимать участие во всех мероприятиях, которые вы запланируете, поэтому сообщайте, подъедем со всеми материалами необходимыми обязательно. Спасибо, Максим Владимирович. Спасибо за ваше выступление. Итак, мы переходим дальше. Как раз, как раз Сергей Федорович, так сказать, немного опередил события. То есть мы поговорили о лесозаготовке, по сути говоря, о сырье, мы поговорили о лесообработке, переработке, ну и сам Бог велел перейти уже, собственно, в том, что они работают к домостроению. В нашей области работает такая именитая компания, с 92-го года, компания «Меридиан». Предприятие является комплексом по переработке древесины с полным технологическим циклом на двух производственных базах, в Верхней Туре и в Качканаре. Компания является членом Уральского лесопромышленного союза, Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В 2005 году с целью более глубокой переработки запущено производство клееного бруса и создано подразделение по строительству домов. То есть компания уникальная от и до занимается древесиной. И я прошу послушать, приглашаю выступить заместителя директора по маркетингу этой компании Сергея Михайловича Савчука. Здравствуйте. Я немножко хочу отойти от темы и начать, так скажем, такого легкого подытога нашего семинара сегодняшнего. Вот представьте, после этой дискуссии поступил заказ от Министерства строительства для лесопереработчиков на большой заказ для доски на опалубку. Очень большой, годовой заказ, да? Доска для опалубки имеет очень низкий, маленький срок жизненного цикла. Ну, один-два срока использования. Это правильно? Нет, это неправильно. Если мы сейчас будем говорить о том, как выжить, да, вот сейчас, вот в таких ситуациях, а не думая о будущем поколении, это неправильно. Мы должны создавать какие-то правила, по которым и нужно бережно использовать древесину, отходы древесины, вот от которых предыдущий оратор говорил, это должно быть правилом. Правило закреплено должно быть в ГОСТах строительных. И тут даже не важно коммерческая составляющая. В разделе строительства и в себестоимости дома, многоэтажного дома, малоэтажного дома этот товар должен быть правилом. Вот тогда. Но эти правила нужно объединять всеми институтами, чтобы не было хаоса. Это должна быть группа товаров, которая должна иметь одинаковые характеристики. И тогда это будет нормальным правилом. Мы растим поколение, будущее. То есть нам нужно понимать, что наш потребитель качественный будет, готов и требовать, и, ну так скажем, наслаждаться тем, к чему он стремится. Поэтому нельзя думать только о сегодняшнем дне. Вот это просто нельзя. То есть да, я могу заявить, деревянный дом это, так скажем, лучший выбор в двухэтажном домостроении. 40 процентов. В Канаде уже живут, а 40 процентов у нас мечтают жить об этом. Так вот это нужно, чтобы было правилом. И правила вот эти, они должны быть связаны. Наука должна работать, а производственные заводы изготавливать эти станки. И это будет правильно, а не говорить о экономической составляющей. То есть наша наука, она немножечко как бы в подвалах так спряталась, то есть и мы ее не замечаем. А жизнь-то очень маленькая, короткая. И поэтому как бы мы должны вот это зафиксировать все и правила, которые мы говорим своему покупателю, потребителю, то есть мы до него наносим именно то, что это правильно. А на самом деле выбор деревянного дома и наш потребитель это тот самый качественный и очень, так скажем, понимающий, что он хочет. Вот таких должно быть больше. То есть вот когда мы отойдем от каких-то моделей потребительского запроса, тогда может быть у нас немножко что-то станет поинтереснее. Вот. Вот деревянное домостроение, так скажем, ее нужно рассматривать в разрезе нескольких плоскостей. Вроде бы это технология лесообрабатывающего лесопильного комплекса, то есть которая является как бы вектором развития глубокой переработки и будущих новых предприятий, создания больших мощностей, потому что на самом деле предприятие, на котором мы сейчас работаем, это Перидиан, нельзя сказать, что это большое глобальное предприятие, нет, когда наступит большой спрос, мы скажем, ребята, мы не можем этому обеспечить, то есть и на сегодняшний день в России так и есть, то есть мы вроде бы хотим сделать, чтобы было больше, но предприятия, которые на рынке существуют, они этого не смогут сделать в момент. что касается опять же лесопиления, да, то есть каждому продукту должно быть свое назначение, если различаются предприятия малой мощности, большой мощности, средней мощности, так вот малые предприятия, малые мощности, они не должны, так скажем, сильно активно вмешиваться в рынок больших предприятий. Да, сейчас лесопиление, лесная отрасль испытывает небольшой кризис, но я хочу сказать о том, что этих кризисов уже они были и, так скажем, лесная отрасль переживет этот кризис, поверьте мне, то есть тот, кто работает в лесу, он достаточно, так скажем, крепок и стойк в характере. Но, опять же, просто нужно отойти от долларовых показателей, то есть и отталкиваться в большей части от себестоимости продукции, от заготовки, от объема выработаны продукции, от себестоимости. Глубокая переработка, она, конечно, сейчас нас немножко спасает. Мы делаем деревянные дома. Ну вот, если говорить еще о продукте деревянного дома как строительной отрасли, то есть вот и есть как бы такое несоответствие, как бы, как сказать, это надо связать. Продукт деревянный деревянный дом в лесной отрасли это товар, это не изделие, это просто продукт, который необходимо привести в порядок и сделать это изделием. Поэтому вот эта взаимосвязь двух отраслей, она и как бы должна быть присутствовать. очень часто между отношениями поставщик-застройщик встает промежуточное звено, которое влияет как бы на уровень цен, показатель цен. Это владелец земельных участков, то есть на сегодняшний день роль владельца земельных участков очень значима. Она выбивает почву из-под ног у застройщика, так как увеличение стоимости безземельных участков, вот начиная с конца 2020 года и в 2021 году увеличилось сильно в разы. Застройщики-инвесторы, участвующие в проектах малолетажного строительства ищут рентабельные экономически оправданные модели реализации на рынке. Меняется формат предложений, но в проектах застройщиков деревянный дом вообще не стоит в формате ликвидного успешного реализуемого проекта. То есть это и есть предпосылки того, что это дорогостоящий проект, есть опять же мнение о том, что показатели горит-не горит, теплостойкость, огнезащита, в общем нет такой плотной, нет плотного союза между производителем и застройщиком. С увеличением технической возможности предлагаемого оборудования деревообработки вектор производителей направлен на домостроение с глубокой переработкой, такие как каркасно-панельное домостроение, фарферка и дома из клеоного бруса. Ну вот, как я сказал, покупатель становится более требовательным к выбору своего будущего дома, предъявляемые условия, это, конечно, цена предложения и качество выполняемых к работе услуг. Ну и сроки. Так, современный покупатель отходит от лафета, от салендованного бревна и обычного профилированного бруса в пользу продуктов более с глубокой переработкой, потому что важны сроки реализации проекта. Модернизация предприятий лесного комплекса это необходимость в условиях изменения тенденции спроса колебаний на рынке. Но эти колебания тоже не дают ничего хорошего, но как бы то ни было, то есть все равно в любом случае вот скачок, о котором говорили роста цен на пиломатериалы, то есть да, он был, но, так скажем, многие предприятия вздохнули, и они начали просто инвестировать свои новые проекты, отложенные в какой-то период времени. Поэтому это иногда и хорошо, как бы продукт должен быть не ориентирован на доллар, он должен иметь свою какую-то рыночную стоимость. И тогда как бы будет средство у пусть заготовителей инвестировать в глубокую переработку и модернизацию своих предприятий. Хочу на примере нашей компании Меридиан раскрыть взаимосвязи предприятий лесной отрасли или роль деревянного домостроения. Компания начала свою деятельность в лесной отрасли с 99-го года, период остановления так же, как у многих отображены реально мировых кризисов. Благодаря нашим стараниям нашего руководителя Жилкова Игоря Владимировича мы, как бы, в любом случае постоянно технически вооружались. В 2008 году было запланировано строительство цеха клюнного бруса, но из-за кризиса мы отложили этот период и период перенесли на 2013 год. В 2013 году был проект запущен, а сегодня день стабильно работает. Цырьевой ресурс предприятия это залог стабильности предприятия в будущее планирования этих каких-то своих будущих перспективных планов. благодаря наличию в арендованных лесах больших запасов ели, а она у нас действительно есть, был, значит, проект деревянного домостроения и ель очень популярна в Европе как материал для деревянного домостроения. Благодаря своим физико-механическим свойствам и эстетическому виду наша продукция легко конкурирует с европейскими производителями. Сергей Михайлович буквально минуту мы уже перебираем время, потому что будет следующее мероприятие. Прошу уже завершать. Хорошо. Ну вот хотелось бы сказать, что так скажем вот взаимосвязь производителя с застройщиком она у нас все-таки состояла. В 2021 году компания Принц реализовала проект на 30 домовладений в поселке Исток. Мы участвовали в этом проекте. Там представлены различные технологии именно деревянного домостроения. На мой взгляд это был хороший опыт, пионерский, но так скажем будущее в развитии это только вот так скажем формирование экопоселков, домовладений с развитой инструктурой уже с обустройством территории. А то, что касается вот наших перспектив развития, хочу сказать, что в 2015 году мы принимали участие в проекте Федерального лесного агентства Федерального лесного хозяйства конкурс назывался Дом лесника. Это был всероссийский конкурс. Мы победили на этом конкурсе. И очень сожалею, что этот конкурс так скажем в теме конкурса и остался. На сегодняшний день я считаю это было бы очень большое подспорье для всех предприятий, которые у нас существуют в России, которые бы работали на этой программе. И это как бы так скажем это самое главное, это союз леса и строителей. Спасибо. Спасибо, Сергей Михайлович. Подробно, более детально о Думе о строении будет рассказано во второй части, которая с 12 часов начнется. Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас я бы хотел рассказать зам генерального директора управляющей компанией туристическими кластерами Сверхозской области. Это уникальная компания, которая на себя взвалила такой блок вопросов развить туризм в целом по Сверхозской области. Там очень много юридических, технологических проблем, проблем с сырьем, о котором мы говорили. И вот вся эта информация стекается в компанию, там очень такой слаженный, грамотный коллектив и вот совместно с предприятиями, с органами власти они эти проблемы решают. Евген Турович, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я в своем докладе обращу внимание на правовые вопросы, связанные через призму развития туризма, но и не разрывно связанные собственно с деревянным домостроением. В связи того, что развитие туризма на сегодняшний день является очень важным внутреннего туризма в стране, а спрос и при этом существует довольно серьезный спрос на строительство инвесторами деревянных домов. Собственно, с 2020 года государство начало уделять огромное внимание комплексному развитию программ туризма. И в 2022 году в текущем мы видим изменения в законодательстве, которые дают возможность инвестору построить на лесных участках определенные категории объектов. на слайде представлены два распоряжения правительства, которые показывают категорию объектов капитального строительства и размещение некапитального строительства. Обратите внимание на то, что здесь представлен перечень объектов для строительства на лесных участках, предоставленных для рекреационной деятельности. А рекреационная деятельность у нас предусматривает деятельность, связанную с представлением услуг в сфере туризма, спорта, физической культуры, отдыха и укрепления здоровья для граждан. И очень важно, что в этом перечне, в этих обоих перечне практически нет объектов туризма. Соответственно, у нас здесь нет туристических баз, у нас здесь нет пользующихся популярностью кемпингов, глэмпингов. И считаем для развития внутреннего туризма собственно тема сегодняшней нашей панельной дискуссии это развитие рынка и развитие строительства деревянного настроения важным внесением изменений в данное законодательство. То есть мы без этого попросту стоим на месте. а спрос при этом огромный. Перейду к следующей теме, к следующему вопросу. Законодатель вводя принципиальное понятие строительства на лесных участках тут же вводит определенные ограничения при этом строительстве. Так вот, основные из них разрешается строительство на участках предоставленных для рекреационной деятельности только на 20% предоставленного участка. Если говорить о небольших проектах развития кемпингов и глэмпингов, то мы этим самым ограничением понимаем следующее. Для того, чтобы построить несколько домов деревянных для размещения, мы должны взять в аренду довольно-таки большой земельный участок, а стоимость аренды под рекреацию довольно существенна. тем самым вводя вроде бы верные ограничения, то есть вроде бы рекреация, значит плотность застройки должна быть невысокой. Мы имеем обратную сторону медали, мы имеем довольно серьезную нагрузку на инвестора, который для строительства небольшого количества объектов должен взять большой участок. Следующим ограниченчивающим фактором является запрет на сплошную рубку лесных насаждений на территориях на участках предоставленных для рекреационной деятельности. Так вот, мы на предыдущих слайдах видели довольно серьезные объекты, законодатель разрешает для строительства, кто может себе представить строительство, например, большого крытого спортивного комплекса без рубки. Соответственно, данные ограничения фактически, с одной стороны, вводя разрешительное, разрешение на строительство на лесных участках является фактически запретительным. Вот переходя еще к одному аспекту запретительных мер, это отсутствие возможности арендовать земельный участок без торгов. на сегодняшний день единственная процедура получения земли прорекляции торги. Так вот, подготовка инициатором является, то есть, для организации торгов инициатором является заинтересованное лицо. В некоторых случаях процесс подготовки, он очень затратен по времени и финансам. и собственно инициатор не может быть уверен в том, что участок в результате торгового достанется ему. Соответственно, если мы говорим опять же о набирающих оборотах кемпингов, глэмпингов, а ранее просто турбаз, то мы этим самым ограничением вводим возможность вообще выйти на рынок для представления туристических услуг определенным инвесторам. Ну и в заключение скажу, что еще одним интересным ограничением, важным ограничением является вообще запрет на размещение объектов в особо защитных лесах и особо хранения в природных территориях. Мы все с вами одновременно туристы одновременно жители. Мы все прекрасно понимаем, что туристу очень интересно находиться в тех местах, которые обладают большой рекреационной составляющей. Соответственно, так или иначе, во всех этих местах мы бываем. И при этом были, есть и будем. Так вот, запретительная процедура на мой взгляд являются, ну скажем, запрещая что-то. Мы сами себе создаем довольно серьезные проблемы. То бишь, организованный туризм, он в свою очередь, с одной стороны, на особо хранениях в природных территориях, мы вроде бы, там, разрешая туризм, разрешаем большому количеству людей пользоваться этой территорией. Возможно, речь пойдет об антропогенной нагрузке, но мы считаем все-таки в практике, что организованный туризм, собственно, организация мест приема пищи, туалетов, сбора мусора, снизит антропогенную нагрузку, и при этом появляется на этих участках лицо ответственное за противопожарное и санитарное состояние леса, что в настоящий момент немаловажно. Спасибо за внимание. Спасибо, Евгений Анатольевич. Нет проблеме, все. Спасибо. Очень емко, но вы самые такие болевые точки развития рекреационных туристических маршрутов обозначили. Ну, а что такое рекреация и туризм? Конечно, это деревянное домостроение, но никто, мне кажется, никому в голову не придет строить металлические железобетонные дома в лесу. Конечно, это экологично и очень близко переплетающиеся вопросы деревянного домостроения, а как же с точки зрения прорывы, как там этот дом, который уже есть, который построен, как там он в лесу-то разместить? Я вам скажу еще один интересный кейс, который как раз мы с управляющей компанией сейчас разбираем. Проблема в том, что интересные для туризма маршруты, они же не придумываются, то есть люди ходят в одно место десятилетиями, красивый вид на реку, красивый вид на озеро. И бывают такие моменты, когда вот в этом месте интересном есть предприниматель, у которого заготовка на 49, договор аренды на заготовку на 49 лет. Для туризма надо немного, надо до 100 гектар по большому счету для того, чтобы туристическую зону разбить. И для предпринимателя, у которого договор аренды на 49 лет, для него это тоже территория непринципиальна. И казалось бы, ну давайте он от этой откажется территории, и такую же с такими же характеристиками, с породным составом древесины, мы ему предоставим в другом месте. Но тут начинается проблема. Чтобы нам предоставить в другом, нужен аукцион, чтобы предоставить инвестору для рекреации, нужен аукцион. И получается, что вроде все согласны, есть денежные средства, есть кадры, есть проект, все есть, не хватает правового регулирования. Это вот вопросы правового регулирования. По сути говоря, если их не решить, то мы не разошьем вопрос в принципе использования деревянного домостроения для туризма. Потому что мы доходим до этого правового барьера. Очень правильно, спасибо, что вы эти вопросы здесь поднимаете, и предлагаю дальше совместно работать с управляющей компанией Министерства природы для того, чтобы... То есть мы все равно решим, все равно пройдем этот путь. Где-то будет сложнее, где-то проще, но мы все равно его пройдем. Да, Дмитрий Иванович, спасибо вам, хочу сказать огромное за то, что Министерство природных ресурсов в вашем лице. Вот, сталкиваясь со всеми этими проблемами, приходя к вам, вы не отворачиваете, истечете возможность работать вместе с нами, соответственно, общими усилиями разовьем туризм в области. Спасибо. Спасибо за выступление. Итак, мы завершаем первую часть, первую часть панельной дискуссии деревянное домостроение, мы ее назвали сырье и материалы, но через перерыв 10 минут будет вторая часть деревянного домостроения, это, по сути говоря, строительство. Ее будет вести уже Министерство строительства, это будет не менее интересно, но там будет рассказано про новые технологии, там немного опережу, например, в Вологодской области построен абсолютно из чистого дерева дом, четырехэтажный, пятиподъездный, цена квадратного метра 70 тысяч рублей. Сегодня про экономику немножко проговорили, вот об этом будет рассказано про новые технологии, про новые видения уже во второй части. Сейчас перерыв 10 минут, всем спасибо за участие в первой части сессии. Субтитры создавал DimaTorzok